Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Ударами высокоточным оружием по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Белая Креница и Великая Артакова уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено. Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков. В районе Посад-Покровская Николаевской области ударом армейской авиации по расположению 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожены 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Высюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области. Российскими средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, сбиты в воздухе 3 снаряда РСЗО в районе населенных пунктов Топольская и Сулиговка Харьковской области. Из Харьковской области приходит сообщение об установлении российскими силами контроля над приграничными селами Стагнии и Барановка. Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, наши войска атаковали позиции ВСУ в районе Базалиевки и Лебяжьево, а также нанесли серию ударов по целям в разных частях Харькова. На славянском направлении бои у Мазановки и Богородничного Эти населенные пункты за последнее время несколько раз переходили из рук в руки. Оборона вооруженных формирований Украины на линии Северск-Солидар-Артемовск серьезно трещит в нескольких местах. В районе Артемовска наблюдается значительное продвижение российских войск. Вглубь Солидара продвигаются подразделения 6-го казачьего полка ЛНР. Сообщается о взятии нескольких позиций ВСУ. На Донецком направлении союзные силы продолжают наступать на опорные пункты украинских формирований. Подразделения 100-й бригады Народной милиции ДНР продвинулись в направлении Невельского и выбили ВСУ из опорного пункта в лесопосадки к юго-востоку от села. Новое направление боевых действий к югу от Авдеевки. Подразделения Народной милиции ДНР наступают в районе Опытного. Там расположен участок трассы М-04, через который проходит линия соприкосновения. Идут бои в районе сел Никольская, Павловка, Владимировка на подступах к Углидару. Также российские войска вели наступательные действия в районе Шевченково. Там плацдарм ВСУ на левом берегу реки Кашлыгач. Российская артиллерия нанесла удары по целям в Никополе, откуда украинские формирования обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. В Энергодаре были задержаны двое наводчиков, которые корректировали огонь ВСУ по атомной станции. На Криворожском направлении артиллерия российских воздушно-десантных войск нанесла удар по Потемкино и Высокополе. Ликвидированы два командира РОД 60-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва ВСУ. На Херсонском направлении в АКС России нанесли удар по Белогорке. Это также плацдарм украинской армии на левом берегу Ингульца. На этом участке российская армия пытается атаковать и на земле. Российская ствольная и реактивная артиллерия поразила объекты ВСУ в Белопольском, Великописаревском, Краснопольском, Юнаковском и Миропольском районах Сумской области. ВСУ готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции в ходе визита туда генсека ООН Антонио Гутерриша. При этом Россию планируется обвинить в создании техногенной катастрофы. Украинская армия обстреливает станцию уже больше двух недель. Сейчас, по данным российского Минобороны, украинское командование проводит развертывание постов радиационного наблюдения и контроля в рамках действия оперативно-тактической группы Днепр. Привлечены силы 108-й бригады терробороны, а также 44-й артбригады и других подразделений, которые дислоцируются на подконтрольный киевскому режиму части Запорожской области. Также в районе Запорожья идет сосредоточение сил украинского 704-го полка РХБЗ, которое готовится фиксировать факты аварийных ситуаций на атомной станции. Ожидается, что украинская артиллерия нанесет удары по Запорожской АЭС с позиций, размещенных в Никополе. При этом Минобороны назвали ложью сообщение о том, что российские войска обстреливают позиции ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, прикрываясь Запорожской АЭС. Не раз подчеркивалось, что российские ударные вооружения на территории атомного объекта не размещались. Российские войска во время ударов по командным пунктам и местам дислокации националистических вооруженных формирований в Харьковской области применили тактику отсекающего огня. Она состоит в нанесении поэтапных ударов сначала по передовым позициям украинских войск и следом по тем местам, откуда могут осуществляться обстрелы в случае потери ВСУ позиций и территории. Украинская сторона зачастую именно так и поступала. После потери населенного пункта и вхождения в него наших войск по нему начинала плотно работать украинская артиллерия. Такое поведение ВСУ нашими войсками учтено. Отсекающий огонь хаотизирует отступление противника, дезориентирует украинских боевиков, лишая их возможности закрепиться на новых позициях. В западной прессе все чаще стали появляться материалы с откровенными нотами недоверия заявлением украинских властей о якобы скором контрнаступлении на юге. В течение нескольких месяцев украинские чиновники разных уровней обещали сначала июльское, потом августовское, а теперь уже и сентябрьское контрнаступление и взятие под контроль Херсона. В итоге советник главы офиса Зеленского Подоляк и вовсе объявил, что все это было частью информационно-психологической операции с целью введения противника в заблуждение. Теперь уже немецкое издание «Шпигель» пишет о крайне низкой вероятности наступления украинских войск на юге страны. По мнению западных аналитиков, оно имеет крайне низкие шансы на успех, а потому единственное, что будет предпринимать украинские силовые структуры – введение диверсионной деятельности на неконтролируемых территориях. Немецкие журналисты подчеркивают, что с 24 февраля украинские войска не провели ни одной сколь-нибудь успешной наступательной операции. В пятницу инициатива в атмосфере большей части Украины перейдет к области повышенного атмосферного давления, благодаря чему облачные шторки откроются и можно будет без ограничений наносить удары по целям ВСУ всеми видами вооружений и военной техники. И лишь на востоке эхом уходящего циклона кое-где могут отозваться небольшие дожди. На освобожденных территориях Донбасса, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей ожидается облачность 5-8 баллов, средний, отдельно кучево-дождевой, высотой 1000-1500 метров, вверх 7-8 километров. Местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение, ветер у земли с северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 29-34 градуса. Сохраняются геомагнитные бури, что может негативно сказаться на работе систем навигации и связи. Пуски крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении, а также пуски ракет и применение торпедного и артиллерийского оружия надводных кораблей по гидрометеорологическим условиям с акватории Черного моря возможны без ограничений. Применение стратегической авиации России с пусками крылатых ракет воздушного базирования и бомбометанием по целям большой протяженности с применением достигнутой точности воздушной навигации от метеоусловий зависеть не будет. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.